МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Задачи поставлены, сроки обозначены. Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев выступил с ежегодным посланием народному собранию. Достало из-под земли. Любитель палеонтолог Амар во время раскопок в Акушинском районе нашел останки ихтиозавра. Две золотые и одна бронзовая медаль. С таким результатом из Владимира в Махачкалу вернулись борцы греко-римского стиля. Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев выступил с ежегодным посланием народному собранию. Мероприятие прошло в Доме дружбы. На церемонию были приглашены депутаты, главы городов и районов, представители общественности и СМИ. Прямую трансляцию послания ввели несколько республиканских телеканалов, а также интернет-ресурсы. Все подробности в сюжете Патиман Ханаповой. О проделанном и о том, что предстоит. Доклад Владимира Васильева занял более двух часов. Послание главы Дагестана, так сказать, прошло в формате отчета. Цифры, графика и статистика. Коснулся он практически всех сверхжизнедеятельностей. Особое внимание уделил социальным вопросам. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека, обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание среды комфортной для проживания, качественного, доступного образования и медицинской помощи. Обо всем по порядку. Своё выступление глава начал с транспортного хозяйства, говорил о масштабных планах на текущий год. Обновление аэропорта и пригородных поездов, строительство дороги, мостов. Только обход Хасавюрта и Дербента, по словам Васильева, обойдется в 70 миллиардов рублей. Коснулся и модернизации пассажирских перевозок. Однако самая волнующая жителей тема – повышение цен на проезды осталась без внимания. Получили на некоторые острые даже вопросы, некоторые ответы. Вот в частности по повышению цен от тарифов на перевозки, пассажирские перевозки по городу Махачкала во всяком случае. Он сказал все-таки, что мы будем наводить порядок и переходить к современным формам. Но ничего не сказал о повышении цены на проезд. Вот и получается, что все равно, значит, мы граждане будем платить за вот это усовершенствование и все-таки не до конца понятно, что будет вот эти тысячи индивидуальных перевозчиков, которые сейчас вот заняты в разных компаниях, что с ними будет происходить. Здравоохранение – среди первоочередных задач снижения смертности и повышения качества медицинских услуг. Это можно делать и делается. Тем более в системе был наведен порядок. В том числе раскрыты мошеннические схемы по закупке лекарств. Коснулся глава и выявление коррупционной составляющей в Бюро медико-социальной экспертизы. Так, оказалось, у нас пособие получали более 6 тысяч же инвалидов. Это позволило сохранить в бюджете около 700 миллионов. Более 300 из которых направят на обеспечение жильем инвалидов настоящих. Много было слов и о поддержке бизнеса. К бизнесу должно быть отношение, извините за выражение, как священный король. Вот просто это тот, кто нас кормит и поет. Вот так. Так глава региона пообещал поддерживать предпринимателей, но уточнил, что только добросовестных – те, кто будут платить налоги. И это не полный список вопросов, которых коснулся Василия. Содержательность доклада оценили и эксперты. «Информации, которая была в этом послании, она, конечно, много в ней позитивного. В том числе, что он озвучил, что будет корректироваться бюджет и он будет усилен в социальной направленности. Много у него планов по развитию и здравоохранения, и по развитию социальной инфраструктуры. Минусом я бы сказал все-таки, что обошел он вопросы, связанные с политической системой и эффективностью политики. Очень скользко говорил о качестве управления. Ограничился тем, что упомянуло о кадровом конкурсе». Стоит отметить, что на послании присутствовали около тысячи человек, среди которых были известные политики, спортсмены, общественники, журналисты и депутаты. Многие из них отметили сходство установок президента Владимира Путина и главы Дагестана. «Прямые параллели можно тут проводить, о чем сам Владимир Абдулевич тоже сказал в своем послании. Несколько раз ссылался и на само послание Владимира Владимировича Путина. И проблемам здравоохранения и образования я большую часть как раз он наделил этой проблеме. Обозначил и проблему невестозавершенного строительства, строительства дорог автомобильных, проблему необходимости повышения заработной платы». «Поставлено много задач перед правительством и парламентом. Как заявил Владимир Васильев, срок исполнения всех поручений – 9 месяцев. Именно за такой период люди, то есть мы, рядовые дагестанцы, должны на себе почувствовать все изменения. Послание состоялось, приоритеты обозначены, время работать». Патемат Ханнабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. «Пятого апреля исполняется три года со дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Управление Росгвардии по Дагестану начало исполнять свои служебно-боевые задачи с 1 октября 2016 года. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказал ее начальник Магомед Баачилов. С того дня структурой выполнено более 3600 задач, среди них охрана общественного порядка, участие в спецмероприятиях, в том числе КТО. Зарплата бюджетника в России вырастет на 4%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Индексация начнется с 1 октября текущего года. Это касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданских сотрудников воинских частей. Всего повышения охватит более 2 миллионов госслужащих. Азербайджан продолжает развивать сотрудничество с Дагестаном. Накануне делегация Дербентова о главе с мэром Хизрия Бакаровым побывала в Баку с официальным визитом. В ходе встречи были рассмотрены проблемы культурного сотрудничества между городами. В частности, возможность строительства здания государственного азербайджанского театра в Дербенте и другие аспекты, представляющие взаимный интерес. Хизрия Бакаров подчеркнул, что Азербайджан и Дагестан много лет уже связывают дружеские контакты. Кроме того, Дербент намерен перенять опыт Баку в области градостроительства, в том числе в области реставрации исторических зданий. Я очень благодарен мэру Баку, не нашел же язык, он дает нам другую поддержку. В городе, вы знаете, самый близкий ваш сосед, очень часто приезжают к нам, выступают, часто на данный конкурс, приезжают со своим концертом, выступают. Спасибо за наше взаимопонимание и надеемся, что это у нас и первая встреча, и встречи будут продолжаться. После официальной встречи члены делегации побывали на праздничной ярмарке, ознакомились с традициями празднования Навруза в Азербайджане и посетили выставку. Докопался до останков. Амар Хаписов из Левашинского района давно увлекается палеонтологией. Все свое свободное время мужчина проводит в горах в поисках останков древних животных, фрагментов растений. И тут сенсация. В ходе раскопок в Акушинском районе Амар нашел останки ихтиозавра. И это далеко не первая его находка, и так как их негде хранить, все найденные элементы древности нашли свое место в гараже Амара. Там побывала и воочию, и все увидела моя коллега Луиза Раджабова. Ей слово. То ли челюсти, то ли клюв. Десятки зубов, превратившиеся в камень. Окаменелая голова отдаленно напоминает крокодила. Неизведанное существо, которое нашли в горах Дагестана. Сколько башмаков угробил Амар, пока бродил по селу в поисках чего-то интересного, не знает никто. Зато все знают о его уникальной находке. Палеонтолог-любитель обнаружил в Акушинском районе, соседнем с его родным Левашинским, ценные останки древних рыб. Фрагменты горных пород со следами растений, даже зуб мамонта. И главное – ихтиозавр, которому около 100 миллионов лет. Глаз ихтиозавра, фактически это не глаз, он имел достаточно крупный глаз, он имел, видимо. И вот эти пластины, это костяные пластины, которые закрывал, он нырял глубоко. И давление воды, чтобы глаз не давил, он закрывал глаз вот этими костяными пластинами. В мире подобных находок очень мало. Скелеты ихтиозавров есть в палеонтологических музеях Германии и Великобритании. В Москве хранится лишь отиск этого животного. Ранее на Кавказе находили отдельные фрагменты рептилии, но недостаточно хорошей сохранности. Это, например, сложнее, намного сложнее его без поломки выбить отсюда. Примерно как это происходит, я сейчас вам демонстрирую. У Амара много увлечений. Помимо раскопок, он пчеловод и садовод. Сегодня к нему приехал давний друг-палеонтолог-любитель с Краснодара – Вадим. Он помогал энтузиасту извлечь скелеты рыбоящера, а это довольно кропотливая работа. Целый день было очень много работы тяжелой. Скальник доставали. Это сейчас он в таком виде красивом. А тогда были невнятные кости, непонятные совершенно. Когда череп пошел, зубов видно не было. Мы думали, что он без зуба. Найденный Амаром ихтиозавр – предположительно, один из последних особей, обитавших в Дагестане во время существования Дреднего океана Тетиса. Ихтиозавр питался рыбами и ракушками. У животного отлично сохранились голова, грудные кости и передние ласты. Этот детеныш был минимум 5 метров. Взрослые ящеры достигали 12. Свою находку он считает достоянием Дагестана и России. Амар признается, хочет, чтобы как можно больше людей увидели его находки, узнали новые. Но в республике нет специализированного музея. За последние годы коллекция палеонтолога Самоучки пополнилась сотнями образцов. Места на полках в гараже уже нет. Амар решил построить музей на свои деньги, где разместит сотни уникальных находок и будет встречать туристов. Сюда, во-первых, приезжают не только из Дагестана, и со всей России сюда приезжают, и за границей тоже приезжают. И очень большая просьба к нашему правительству и другим чиновникам, чтобы оказали финансовую помощь этому человеку. Таких людей надо поддержать. Находок с каждым годом прибавляется, и главное – все это сохранить, признается Амар Хаписов. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Нижний Чугли, Левашинский район. Две золотые и одна бронзовая медаль. С таким результатом из Владимира в Махачкало вернулись борцы греко-римского стиля. Там они участвовали в юношеском первенстве России. На высшую ступень пьедестала поднимались Даниял Агаев и Саид Мусаев. А третьим призером соревнований стал Адам Шалаев. На Малой Родине медалистов ждала торжественная встреча. В их адрес звучали теплые слова тренеров, родственников и друзей. Эти чемпионы, которые у нас растут в Дагестане, они пример самого хорошего подражания для всех подрастающих наших юношей, наших мальчиков. Поэтому мы за вас очень рады. Хотим поблагодарить, сказать слова приветствия в адрес ваших тренеров, которые вас подготовили. Призеры соревнований теперь главные кандидаты на попадание на первенство Европы и мира. Но перед этим им предстоит еще одна проверка. Турнир на призы олимпийского чемпиона Вартореса Самургашева состоится в конце мая в Ростове-на-Дону. Рыгбистка Байзат Хамидова стала бронзовым призером международного турнира во Франции. Женская сборная России провела там семь матчей. В четырех из них были одержаны победы. Две игры с участием команды завершились в ничью, а уступили россиянке только хозяевам соревнований француженка. Хамидова была задействована во всех играх. В следующем месяце наша рыгбистка в составе сборной выступит на этапе мировой серии в Японии. Ахазавиртовские боксеры выиграли больше всех наград на прошедшем Дербенте первенстве Дагестана. В бескомпромиссных поединках около 250 участников выявили не только чемпионов, но и обладателей путевок на первенство Северокавказского федерального округа. Эти окружные соревнования пройдут в середине апреля во Владикавказе. По итогам шести соревновательных дней чаще всех на высшую ступень пьедестала поднимались воспитанники спортшкол Хасавирта. У них четыре первых места. А вслед за ними идут махачкалинцы и хозяева ринга – боксеры из Дербента, у которых три и две золотые медали соответственно. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин